Эй, доброе утро! Привет, Грант! Привет, печенюшка! Чего ты там, обнаружил свои руки? Подруге, привет! Грант обнаружил свои руки. Ну, он обнаружил руки давным-давно, но как-то он очень уж активно на эти руки сейчас обращает внимание, и как-то они его занимают, в то время как мама занимается чем-то другим, да? Ну, скажи, тоже интересно, чего на мать всё время глядеть? Ну, а у нас сегодня с вами тема грудного молока, его сцеживания и хранения. Очень много мамочек меня спрашивают вечно, как я сцеживаю, храню и использую грудное молоко. Вот сегодня, кстати, буду рассказывать. Попытаюсь очень быстро. Значит, первое – сцеживание молока. Для чего оно нам может понадобиться? Во-первых, когда молока очень-очень много, для того, чтобы у нас не возникал лактостаз, мастит, и если маме нужно облегчить грудь, то можно сцедить до ощущения того, что грудь становится комфортной. Это в самом-самом начале, когда ещё приливы большие. Но здесь нужно всё-таки, наверное, консультироваться со специалистом и аккуратно с этим делом не заигрывать, чтобы, наоборот, не стимульнуть грудь слишком сильно, не разогнать лактацию, и чтобы этого молока не было слишком много. Это тоже огромная-огромная проблема. Собственно, не меньше, чем та, когда молока нет вообще. Молоко можно сцеживать для того, чтобы создавать банк молока в холодильнике, в своей морозилке. Банк молока нужен для того, чтобы ребёнка покормить в тот момент, когда мама не может его приложить к груди. Либо ребёнок приболел, либо мама приболела и пользуется лекарствами, которые несовместимы с грудным вскармливанием, либо ей нужно отлучиться, либо выйти на работу. И таким образом любой член семьи, папа, бабушка, дедушка, все могут покормить ребёнка в любой момент, когда это необходимо. Также банк молока может нам пригодиться, когда, например, у ребёнка есть скачки роста, и возникают так называемые кризы лактации, которые, по сути, не существуют, а больше, наверное, вот эта недостаточность молока, она связана с тем, что ребёнок растёт, у него скачок роста, которое происходит в определённые месяцы его жизни, и тогда ему нужно просто больше молока. А так как грудь уже вырабатывает, или, точнее сказать, голова мамы, вырабатывает уже определённое количество молока, которым пользовался ребёнок до этого, то организму нужно несколько дней для того, чтобы принять сигнал и понять, что сейчас нам нужно молочка больше, ребёнку не хватает. А ребёнок в то время начинает капризничать на груди, начинает психовать, начинает плакать. Он, в принципе, капризный, поскольку он просто голодный. И в такие моменты можно ребёнка также докормить из бутылочки и следить за тем, чтобы вес его набирался, чтобы ребёнок этот вес в течение этих дней не терял, и чтобы он просто был сытый. В моём случае банк молока я стала образовывать практически с самого начала и начала сцеживать своё молочко. Точнее сказать, не сцеживать, а ловить то молоко, которое просто выливалось из второй груди. Вот, например, пользовалась я вот такой вот прекрасной бутылочкой, приспособлением, которая ловила моё молоко. Оно называется хака. И вот когда я кормила ребёнка одной грудью, я брала вот эту бутылочку, её вот так вот сжимала, прикладывала к груди, захватывая всю ореолу, отпускала, и вакуум присасывался к груди. И таким образом то молоко, которое льётся во время прилива, оно, в общем, попадало в эту бутылочку, и каждое кормление я набирала достаточно большой объём молочка. Сейчас могу сказать, когда уже ребёнку почти три месяца, и лактация моя уже установилась, я хака не пользуюсь. Она уже лежит у меня на полочке. Но вначале я создала действительно огромный банк молока, и это очень-очень крутая штука. Ну вот, наверное, первые два месяца жизни ребёнка. В России на Озоне, Wildberries, прочих магазинах можно купить вот абсолютные эквиваленты этой бутылочки, которые называются там Adam Stork и прочие названия. Выглядят и работают ровно так же, просто другие производители. Эту конкретную я покупала на Амазоне. Британский Амазон, по-моему. И по сей день, если говорить о сцеживании, я пользуюсь молокоотсосом Элви. Молокоотсосы бывают разные. Есть механические ручные, есть автоматический. Этот конкретный автоматический. И сравнив его с прочими молокоотсосами, например, Авент или Меделла, я могу сказать, что этот молокоотсос для меня работает лучше всего. Он, во-первых, очень эффективный. Каждый раз я сцеживаю от 90 до 140 мл. Каждый раз. Я помню, для первого своего сына, когда я сцеживала, это было иногда и 20 мл со слезами. Просто набирала, и действительно этот объем был очень маленький. Поэтому любая мамочка, которая сцеживает, она меня поймет, когда в бутылке ты видишь прекрасный объем молочка. Вот, например, такой пакетик 120 я сцеживаю с одной груди за раз. Это очень-очень здорово. Даже при всем при том, что лактация уже установилась, и приливов уже нет. И грудь, в принципе, очень мягкая, комфортная. То есть она практически никогда в течение суток не становится твердой. И дискомфорта у меня нет. Все равно, если приходит время кормления, я могу одной грудью кормить ребенка. Во вторую грудь в бюстгальтер просто помещаю вот этот прекрасный молокоотсос, который вот такой вот плоский. И у меня набирается очень хорошее количество молочка, которое отправляется на хранение, либо на кормление ребенка на следующее кормление уже через, там, я не знаю, от двух до трех часов. Есть три способа, как это молоко хранить. Значит, как же я его храню? Первое. Посуда, в которой я храню, либо это бутылочка от самого молокоотсоса, как правило. Эти бутылочки, они герметичны. Либо это специальные контейнеры, которые также производятся для хранения грудного молока. И самое главное правило, чтобы эти контейнеры были герметичны, дабы молоко не портилось. Это очень-очень важно. И когда сцеживается вот такое вот молочко, значит, на столешнице просто после сцеживания оно может храниться приблизительно 4 часа. Где-то какие-то источники пишут, что до 6 часов, но в целом для себя я никогда не превышаю 3,5 часа, просто чтобы молоко не портилось. То есть, словом говоря, если я знаю, что я это молоко буду ребенку скармливать в следующее кормление, которое наступит через 2-3 часа, я оставляю молочко вот так вот просто при комнатной температуре. Если я знаю, что ребенок будет его пользовать позже, я отправляю его в холодильник. В холодильнике просто оно может храниться до 4 дней. Самое главное правило в этом случае, чтобы молоко не лежало на краю полки у двери, либо в двери, чтобы, когда открывается дверь в течение дня постоянно, температура молока, она не менялась. Ну, или если она меняется, это было минимально. То есть, подальше от двери это молочко нужно хранить. И если я знаю, что это молоко я должна хранить дольше, чем 4 дня, я сразу его отправляю вот в такие вот пакеты. В этом случае это пакеты Меделла, специально для хранения молочка. Очень удобные. Здесь есть застежка специальная, герметичная. Также можно написать, сколько объем и дату, когда я сцедила. Ну, и есть также шкала миллилитров. Для меня эта шкала абсолютно бесполезная, просто потому что, ну, когда набирается молоко вот в такой вот пакет мягкий, все равно не отображает правильный объем. Объем правильный я смотрю в бутылочках или в контейнерах. Ну, и тогда я отправляю в морозилку. Морозильная камера тоже предполагает разное хранение. То есть, если у нас обычный холодильник, как у меня, то я это молоко храню не дольше 3 месяцев. Ну, так, по крайней мере, было со старшим сыном. В случае Гранта сейчас, когда ему почти 3, ну, понятное дело, мы как бы до 3 месяцев и не дошли. И также я это молочко пытаюсь постоянно этот банк молока обновлять. Поскольку ребенок растет, его потребности меняются и состав молока меняется. И, следовательно, лучше время от времени скармливать ребенку то молочко, которое уже хранится какое-то время, и исцеживать новое, свежее, чтобы оно все-таки, ну, успевало за ребенком, и этот состав, он был максимально полезен для малыша. И в обычной морозилке это молоко может храниться приблизительно 3-4 месяца, если морозилка хорошая. А если глубокое замораживание, и это у нас получается где-то 18 градусов минус, тогда это молоко может храниться 6-9 месяцев. Очень-очень долго. Но, в целом, я так долго, опять же, не хранила. Хотя в этом нет ничего плохого. Состав молока не меняется. Он свои полезные вещества не теряет при глубокой заморозке. Ну, и когда я извлекаю молочко из заморозки, как же я его размораживаю? То есть из заморозки я его извлекаю накануне и отправляю в холодильник такие пакеты. Вот нужное количество пакетиков я отправляю в холодильник и держу эти пакетики там минимум 8 часов. Ну, то есть ночь. Значит, потом из холодильника оно уже такое подотпустившееся, не совсем растаявшее, я отправляю на столешницу, и при комнатной температуре еще какое-то время, и несколько часов это молочко полностью размораживается. И потом, когда оно разморозилось, его можно согревать. И согревать это молоко для малыша лучше всего на водяной бане. Либо в кастрюльке, нагревая воду 37 градусов, используя термометр, проверять как раз-таки температуру этого молочка. Ну, и, конечно же, на руке. Уже из бутылочки капельки молока отправляются на руку, и мама чувствует, если комфортно на руке, не горячо, не холодно, то и ребенку будет абсолютно комфортно такое молочко потреблять. Нежелательно и, в принципе, под запретом греть это молоко в микроволновой печи. Потому что, когда оно греется в микроволновой печи, мы не можем проследить за тем, чтобы оно согрелось, ну, скажем, так вот равномерно, да. То есть бутылки, оно может согреться снизу, сверху холодно, и ребенок может выпить либо слишком горячего, либо слишком холодного молока, что, в принципе, сильно-сильно нежелательно, и такой ситуации не должно быть. Плюс ко всему, можно же сказать, ну, так помешало, потрясло, и перемешало молоко, и все нормально. Но тоже не совсем, потому что грудное молоко вот так вот просто трясти, перемешивать при помощи вот такой тряски бутылки, как, например, мы делаем со смесью. Это тоже нежелательно, чтобы не разрушались полезные вещества, и чтобы молоко не теряло свою пользу. Грудное молоко максимум можно медленно-медленно вот так вот аккуратно перемешивать. Это как раз-таки тоже касается бутылочек, контейнеров, поскольку если молоко чуть-чуть полежит, и вот если на контейнеры посмотреть, там хотя бы денек молоко хранится, то вот на краю контейнера, на стенке, виден жир молочка, который вот просто отделился от основной массы вот этой жидкости, водички, да, и, следовательно, его достаточно трудно обратно вернуть в молоко, поэтому нужно долго вот так вот стоять и вот так вот перемешивать. Желательно, чтобы контейнер не отрывался от столешницы, тогда не будет слишком агрессивного вот этого движения, и вот перемешивая потихонечку-потихонечку стекает этот жир обратно в молочко, и тогда ребенок получает абсолютно все. Еще по поводу заморозки бывают случаи, когда ребенок отказывается пить молочко, которое было разморожено. Отказаться ребенок от такого молока может просто потому, что оно начинает горчить. Горчит не у всех мам, не каждое молоко, и я предполагаю, что горчить может тоже по-разному. Мое молоко, в принципе, может горчить, если дольше хранится, совсем-совсем чуть-чуть-чуть, но ни старший мой сын, ни младший от этого молока не отказывались. То есть вкус его абсолютно вкусный, сладенький, нормальный, сама проверяла, поэтому в моем случае такой проблемы нет. Поэтому если ваш малыш отказывается от молока, попробуйте его на вкус. И может быть такая ситуация, что ребенок вовсе откажется такое молоко пить. Это тоже достаточно частый случай, часто так бывает. Хорошо, дальше. Как я отправляю молочко в бутылочки, и как я его грею? Значит, первое – это водяная баня, и вот мои бутылочки. Мои любимые бутылки – это Кома Тома и Мадер Кей. Это две силиконовые бутылки, которые очень-очень удобны в пользовании. То есть они, во-первых, безумно приятны на ощупь, то есть они мягкие, и ими очень легко пользоваться. И даже ребеночек уже, который способен держать что-то в своих ручках, он очень тоже легко может эту бутылочку держать. Рэм, кстати, ее брал в ручки достаточно рано. И вот Кома Тома – это самая-самая любимая наша бутылка. Вот эта маленькая для малыша, для ребенка постарше, конечно же, бутылка уже по размеру больше похожа на Мадер Кей. Вот эта малюсенькая – это та бутылка, которую я использую сейчас, использовала для Гранта. Когда он болел, у него было воспаление легких, ему было трудно пить молочко из груди, он не доедал, и он терял вес, и поэтому я начала его кормить из бутылочки, чтобы контролировать его вес. И, собственно, эта конкретная бутылочка, она лучше всех прочих имитирует грудь мамы. И оба моих сына, они прекрасно эту бутылку брали. Причем после этой бутылки тоже Грант прекрасно вернулся к груди. И, ну, то есть речи об отказе груди или страхе, что будет отказ груди, если он попробует бутылку, в нашем случае нет. Ровно то же самое с соской. Здесь также есть клапаны антиколиковые, как и, в принципе, во многих хороших бутылках. Ну, по качеству я имею в виду те, которые самые лучшие на рынке есть. И, в целом, вот эти бутылки, помимо всего остального, не содержат БПА, химикаты, то есть они очень безопасные, качественные материалы. И плюс ко всему они безопасны в том смысле, если она упадет, и мама уронит, или ребенок вышвырнет ее, то эта бутылка не разобьется, как и произойдет, например, с стеклянной бутылкой, которая создаст опасность для семьи, или, например, той же самой пластиковой бутылкой, которая просто-напросто может треснуть. Хотя, ну вот, еще есть бутылка АВЕНТ, которую мы тоже пользовались, когда еще РЭМ питался из бутылочек. Это, по-моему, были наши первые бутылки АВЕНТовские. И, в целом, у них очень хорошие бутылки, тоже антиколиковые есть. И в этом случае я обожаю АВЕНТовские бутылки, просто потому что шкала миллилитров, она вот прям видна. В то время как Кома Тома, тут нужно прям щуриться, чтобы увидеть, сколько там у нас миллилитров, особенно если белое молочко налито, то это вот совсем уж не видно. И это очень-очень для мамы неудобно. Но в то же самое время, почему я отказалась от АВЕНТовских бутылок, потому что те, которые антиколиковые, они просто там слишком много деталей, ее мыть – это просто целое-целое дело. И поэтому я выбрала наиболее простые, удобные бутылки с очень широким горлышком. И помыть, например, эти бутылки очень-очень легко. Значит, как я их разогреваю? Как я уже сказала, разогревать молочко нужно на водяной бане. То есть это можно налить в кастрюльку воду, 37 градусов, и на руке мы проверяем. И также можно использовать всякие разные гаджеты, которые маме помогают в этом непростом деле. Ну, в моем случае это совершенно гениальная штука, такая как чайник от АГУ. В принципе, все их приспособления для приготовления прикорма, они в том числе имеют возможность и стерилизации посуды, и также разогрева молочка. В моем случае я просто включаю этот прекрасный чайник, отправляю его в режим согревания молока. Здесь у меня выставляется температура 37 градусов, вставляю специальную вставку в сам чайник, и вот бутылка отправляется в чайник, я закрываю и оставляю на какое-то время, приблизительно, наверное, полчаса, где-то 20 минут. Мое молочко ко времени кормления теплое и равномерно подогретое, и ребенок может его потреблять. Вот так выглядит процесс согревания, когда градусы потихонечку-потихонечку растут. Совсем новый и очень крутой гаджет от Манчкин, вот это такая вот маленькая штука. Этот подогреватель я только-только пробую, потому что это абсолютная новинка, и, насколько я понимаю, только в декабре сейчас появится в доступе в магазинах, но я уже поняла, что это очень классная штуковина. И как же этот подогреватель работает? Во-первых, он маленький, портативный, и я спокойно могу его взять с собой, не знаю, в поездку в Ригу, если я еду, потому что в Риге у меня нет огучайника, или, я не знаю, если еду в гости, куда бы то ни было в поездке, его можно взять с собой, он очень еще маленький, видите, в руке помещается, и при помощи этого подогревателя прекрасно можно подогреть свою бутылочку. Момент, какой нужно учесть. Есть определенные марки бутылок и бренды, которые совместимы с этим подогревателем, а есть бренды, которые несовместимы. Вот в такой красивой коробке этого подогревателя есть специальные переходники. Вот таким вот образом, значит, коннектор надевается на бутылку, сам подогреватель надевается на коннектор, прокручивается и, бам, становится на столешницу. И таким вот образом молоко в бутылке соприкасается с подогревающим элементом. И при задерживании кнопки подогреватель включается и начинает подогревать молочко, которое находится в бутылочке. Когда подогрев этого молока окончен, мы просто переворачиваем, он выключается, мы проворачиваем этот подогреватель, снимаем его с бутылочки, надеваем соску и, вуаля, подогретое молоко можно давать малышу. Вещь, по-моему, очень полезная и очень крутая. К моему, опять же, великому сожалению, ни бутылка Mother K, ни бутылочка Coma Toma она не подходит к этому подогревателю. То есть коннекторы, они не рассчитаны на вот такое вот широкое горлышко. И, как правило, это более классические бренды бутылок, такие как, например, Modelo, Avent, Нук, Доктор Браун, ну и прочие бренды бутылочек, Tommy Tipi в том числе, те бутылки, которыми мамы пользуются наиболее всего. Я как раз-таки вот для этого подогревателя купила бутылку Avent, но в инструкции обязательно нужно прочесть, какие конкретно модели бутылок подходят именно как раз-таки к этому подогревателю. Но если мы говорим о сцеживании и кормлении ребенка с бутылочки, то, конечно же, мы должны говорить и о стерилизации как самих бутылочек, так и запчастей наших молокоотсосов и прочих гаджетов, которые используются в этом процессе. Для меня лично самым частым стерилизатором является вот такой вот стерилизатор от Philips Avent. Ним я пользовалась как в случае своего первого ребенка старшего, так и пользуюсь сейчас в случае своего младшего ребенка. И в этом стерилизаторе я стерилизую абсолютно все. Соски, ложечки, бутылочки, в общем, все, что попадает в рот моего малыша, оно, в принципе, стерилизуется в этом стерилизаторе. Наливается маленький объем воды на нагревающий элемент, одно нажатие кнопки, и все, все вещи, помещенные внутрь, они стерилизуются приблизительно, по-моему, 5 минут. Лампочка загорается, я знаю, что он работает, лампочка погасает, я знаю, что работа окончена. Если я, например, опять же, выхожу из дома, в гостях, там, я не знаю, отправляюсь куда-нибудь в ресторан, также еду в Ригу, конечно же, вот такую вот бандуру я с собой таскать не буду. Тогда я использую вот такие вот пакеты для стерилизации от Munchkin. Эти пакеты очень-очень удобные, потому что в них можно очень легко поместить бутылочку, соску, все, что нужно стерилизовать. Потом этот пакет наливается в вода и этот пакет отправляется прекрасно в микроволновую печь. На каждом пакете, видите, здесь такие квадратики есть. Эти квадратики означают каждое использование. И вот после каждого использования ставишь крестик, и таким образом видно, сколько еще использований для каждого пакета остаются. В упаковке здесь их, по-моему, 6 штук, да, 6 штук. Ну и в целом очень удобная штука с собой в рюкзак и простерилизовать детские вещи, если в этом есть необходимость. Очень-очень круто. И еще один важный момент по поводу транспортировки. Если есть необходимость перевозить замороженное молоко, ну, например, в поездку, или как у меня будет ситуация, мы из Риги полетим в Санкт-Петербург, и мне нужно привезти замороженные пакеты молока так, чтобы они не разморозились. Есть прекрасная вещь, как термосумка. У меня здесь термосумка скип-хоп, и в ней есть место, в принципе, она предназначена для бутылочек, то есть здесь помещаются две бутылки, но термосумки всякие разные, абсолютно разных размеров, тут хоть маленькая, хоть большая, неважно, какая есть. Ну и, собственно, сюда я помещу пакеты молока, и здорово, что в этой термосумке также есть вот такой специальный аккумулятор холода, или просто вот пакет, в котором есть гель, и этот пакет геля помогает сохранить намного дольше молочко замороженным, и, в общем, несколько часов уж точно будет, чтобы отвезти пакетики молока из одной морозилки довезти до другой. Ну вот, подруги, вот это, наверное, самые такие важные моменты, которые касаются и сцеживания, и кормления малыша с бутылочки, и хранения молока. В общем, все, что я для себя нашла важным, вам рассказала. Если что-то забыла, пишите обязательно в комментариях, и постараюсь либо в комментариях, либо в последующих видеороликах для вас ответить. Ну, а ссылки на все эти классные штуки я обязательно оставлю в описании видеоролика, как обычно, чтобы, если вы также хотите попробовать что-то вот из этих прелестей, вы очень легко могли эти продукты найти. Но от меня сегодня, подружки, это все. С вами прощаюсь. Желаю всем доброго-доброго дня, прекрасного уикенда, и мы с вами увидимся в следующем моем видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok